На прошлой неделе было много игрового процесса Warhammer 3, по сути наш первый необработанный, неотредактированный, бесфильтрованный взгляд на то, что у нас есть в запасе в начале 2022 года. Так что, как мы делали в прошлом, когда новая волна видеоматериалов попадет на YouTube, мы будем разбираться с хорошим, плохим, уродливым. Мои мысли и впечатления о том, как все складывается до сих пор. Естественно, поскольку осады и связанные с ними переделки рекламируются как один из основных моментов здесь, мы сосредоточимся на этих первом, и как может подразумевать название видео. На этом фронте немного неоднозначно. С одной стороны, сами карты сражений кажутся заметно улучшенными по сравнению с предыдущими играми трилогии. Они просто более динамичны и интересны. Есть больше тактик, которые ты можешь использовать. Есть больше местности для борьбы, которая действительно может повлиять на твою стратегию. Чего-то такого не хватало в предыдущих играх, которые представляли собой холмы, лишенные каких-либо интересных особенностей рельефа. И они просто лучше отражают мир Warhammer во всей его красе. Ром и карт Хаоса, в частности, поражают меня. И я ожидаю, что они станут еще более захватывающими, когда мы отправимся в особняк Повелителя Чумы. И эти шесть кругов какого-то соблазнения нечесов, цвета, атмосфера. Сами игровые пространства, я чувствую, довольно хорошо сочетаются. И это верно и для мелких сражений за поселения. То, что королевство Огров сражаются в небесной морали против кукурузы, было потрясающим первым взглядом на макеты небольших поселений и на то, как эти карты, как правило, противоречат И. На самом деле они не кажутся такими уж незначительными. Честно говоря, по крайней мере, если тот, который они показали нам, хороший чертеж. Для представителей других рас это чертовски здорово. Есть много способов подойти к этому в атаке и в обороне. Конечно, у меня все еще есть некоторые оговорки по поводу небольших сражений на высшем уровне, и самые важные из них просто основаны на разнообразии и поведении искусственного интеллекта. Осады тоже далеко не самый распространенный тип сражений в Вархаммер, особенно когда вы начинаете приближаться к середине и концу. Игра становится невероятно утомительной, играя в одни и те же усталые осадные сражения снова и снова. И, честно говоря, даже если бы они были очень хорошо сделаны, с чем, я думаю, мы в основном можем согласиться, они не очень хороши в Вархаммер 1. В Вархаммер 2 они все равно становятся скучными через некоторое время, если это все, что ты делаешь. Да, я склоняюсь к защите своих прифронтовых поселений с позиции молчаливого согласия. Я бы сказал, что они позволят тебе бесчинствовать по всей их сельской местности и маршировать на их территорию, пока они либо не получат несколько стеков, которые, по их мнению, одолеют твои, либо пока ты не укусишь пулю и не вступишь в бой с ними, пока они поджаривают зефир и разбивают лагерь внутри своей крепости. И поскольку игроки, как правило, маршируют с очень мощными армиями, искусственный интеллект обычно не думает, что они могут победить вас один на один на открытом поле мертвыми, поэтому они прячутся в своих поселениях. Что означает осаду, за осадой, после осады, после осады? Сейчас мы заменяем полевые сражения, когда две армии сражаются в небольшом населенном пункте, реальными сценариями осады деревни. Почему это может быть проблемой? Ну, это означает, что в Вархаммер 3, скорее всего, будет еще больше осадных сражений и еще меньше сражений на открытом поле, что может противоречить намерению улучшить разнообразие типов сражений. Вопрос в том, будет ли это единственной картой малых поселений Огров. И даже если бы было, скажем, 2, 3 или 4 незначительных варианта этой карты, будет ли этого достаточно, чтобы не надоесть? Потому что, как бы хорош ни был этот макет, и не ошибитесь, я думаю, что это великолепно оформленная карта сражений. Это похоже на взрыв игры. Я бы предпочел сыграть в 50 сражений на открытом поле, чем в 50 мелких сражениях в поселениях на том же макете. Я просто думаю, что сухопутные сражения лучше подаются тактическому разнообразию, и они гораздо более свободны, чем постоянные удушающие моменты и сражения с каплями осады. Так что мелкие ссоры по поселениям потенциально могут стать отличным дополнением к сериалу, но только в приемлемых дозах. И в этой серии, как я чувствую, уже слишком много осад, и их несколько не хватает на фронтах открытого поля. Я думаю, что будет справедливо немного побеспокоиться об этом. Что подводит нас к теме осадного искусственного интеллекта, которая была в некотором роде на переднем крае. Дискуссия о тотальной войне с тех пор, как печально известный трейлер битвы при Карфагене и Второй Рим стали масштабными, что означает, что он был в центре внимания общественности и источником ожесточенных дебатов в течение большей части десятилетия на данный момент. И сюрприз, сюрприз, CGI в Warhammer 3 кажется довольно удачным или неудачным сейчас в моей осадной битве с первым Катаем Дина. Это, безусловно, сделало несколько сомнительных вещей, но в целом я бы сказал, что все было хорошо. Вот почему на самом деле это не было акцентом в моем видео, посвященном этому. Я сосредоточился на волшебном излиянии и безумном ДПС. Значит, в этом видео все изменилось. С точки зрения демонстрации искусственного интеллекта там, это было нехорошо, не ужасно, не очень заметно. Так или иначе, он сделал то, что должен был сделать, за исключением определенного архетипа, о котором мы поговорим через мгновение в Кукурузе, атакующей королевство Огров в битве за чувства. Я бы сказал, что это неплохо сработало для ей Total War, но это было с армией ближнего боя, взревевшей до жабр благосклонности убога крови. Как будто ты можешь быть лоботомированным идиотом, который никогда в жизни не играл в игру, и ты все еще можешь совершить кучу убийств одним щелчком правой кнопки мыши и ударом члена, когда тупые жаждущие измельчители кукурузы первого в прорыве. Для ей не требуется много вычислительной мощности, чтобы довольствоваться тем, что они используют свои лучшие войска и побеждают. Вот что делает кукуруза. Но когда речь идет о более утонченной фракции, такой как Эфий, мы увидели гораздо больше трещин в боевом ИИ, и это то, что многие люди видели в видео Legends, где у него была значительно худшая производительность в его осадном бою. Я зашел так далеко, что ИИ там был значительно хуже в его осаде Корна против Катая, чем в моей первой осаде Катая, и я должен сказать, что я не совсем уверен, что вызвало это несоответствие. Все, что я могу сказать, это то, что это безусловно существовало, и это было заметно. Если бы ты смотрел оба сражения, я имею в виду, что несколько раз ты бы видел, как алибарщики высокого уровня поворачивают свой фланг и отступают от монстров или чудовищной пехоты. Они могли бы устроить серьезный скандал несколько раз. У стрелков, кранов и арбалетчиков была бы возможность беспрепятственно стрелять бронебойными выстрелами в крошки ближнего боя, и вместо этого они отдавали бы приоритет отступлению во вторичную или третичную точку захвата. Что в конечном итоге означало, что они вообще не стреляли. Они неправильно распределили свои подразделения с самого начала, вложив слишком много войск в небольшие атаки на боковые стены, в основном игнорируя основную атаку у своих главных ворот. И они сделали ситуацию еще хуже, просто не сражаясь и постоянно пытаясь изменить положение, как только битва действительно началась. Что особенно ужасно для юнитов ближнего боя более высокого уровня, потому что они отворачиваются и теряют всю свою защиту в ближнем бою, пытаясь убежать от демонов, которые намного быстрее их. Так что вместо того, чтобы вмешиваться и наносить урон один раз, очевидно, что они должны совершить и не могут изменить положение, постоянное отступление означало, что они буквально ничего не сделали. Это потребовало тонны бесплатного урона, что очень разочаровывает для пятого уровня гвардии Небесного Дракона и всех подобных войск. Одна тема, которая сохранялась в обоих сражениях Осады, заключалась в том, что Небесные Джонки и Небесные Фонари, казалось, не имели ни малейшего представления о том, что они делают в обоих сражениях. Они как бы просто бесцельно плавали вокруг, ожидая, что их окружат листовки, и они умрут ужасной смертью. И на самом деле, они изо всех сил старались активно вовлекать кровожадных людей во все, вместо того, чтобы пытаться создать пространство и стрелять с их 700 с лишним ракетным уроном. Не пойми меня неправильно, мощные летчики-одиночки в буквальном смысле являются жестким противовесом Небесным Джонкам. И это относительно сложный маневр, особенно при Осадах, держать войска дальнего радиуса действия в резерве с прямой видимостью, чтобы определить цели, которые угрожают вашим Небесным Спортсменам. Даже настоящие игроки постоянно сталкиваются с подобной тактикой в многопользовательской игре. И в сценарии Осады есть еще более запутанные переменные, когда здания могут блокировать линию обзора ваших арбалетов, так что это непросто. Не ожидал там тонны отличной игры от искусственного интеллекта. Защита вашей задней линии или летающих инвестиций может быть довольно сложной задачей для реальных игроков, и вы не ожидаете, что компьютер справится с этим хорошо. Но я также не хочу видеть, как Скайджанк активно ищет славной смерти против монстров, против которых у них нет никакой надежды. И я не хочу видеть, как они бродят по дням и сбиваются с толку по 10 минут за раз, ничего не делая. И в обоих сражениях я почти не видел, как они стреляли. Так что определенно кажется, что кому-то нужно измениться ради них. Теперь я вряд ли являюсь экспертом по искусственному интеллекту. Я бы предположил, что очень немногие из нас считают, что это самый сложный элемент для проектирования и разработки в любой стратегической игре. Но тебе не нужно быть экспертом в разработке искусственного интеллекта, чтобы знать, когда он ведет себя неправильно. И если бы мне пришлось размышлять, я бы сказал, что большинство плохих моментов CGI в битве за Корнерс Каха в Вейджин, казалось, произошли из-за того, что им были даны быстро меняющиеся приоритеты, основанные на новой механике осадыка. На самом деле, в своем собственном сообщении в блоге, они заявили, что ИИ также лучше понимает, как различные области карты находятся под угрозой. И они отступят к ним, чтобы предотвратить потери. Все это является частью функций, которые они представляют здесь, чтобы побудить боевые использовать больше карты и представлять более динамичную защиту. Мне нравятся эти идеи в теории об ИИ, использующем больше поселений, чтобы мы могли испытать эти многоуровневые защиты. Но это не может произойти за счет того, что юниты убегут от хороших сражений или повернутся спиной и умрут от значительно худших юнитов только ради новизны. И да, когда мы видим, как алебарды пятого уровня отступают от порождения Хаоса и Минотавров, когда у них полный HP, это явная проблема. Это тонна ценностей, которую они могли бы создать за очень короткое время, и вместо этого они просто убегают без видимой причины. Значит, ты вроде как понимаешь, почему макеты осады были такими крошечными, возможно, немного скучными в Warhammer 1 и Warhammer 2. Потому что компьютеру намного легче справляться, когда отступать почти ни к чему. И только эта последняя точка захвата находится в одной или двух улицах от главных стен. Ну тогда ИИ может просто собраться на этой главной площади и делать то, что они хотят. Когда ты начинаешь добавлять больше глубины в схему осады, то алгоритм, который приводил их в действие, кажется расходится по мере развития битвы, и мы начинаем видеть нерешительность, когда войска оказываются вне позиции. Вот почему мы продолжали видеть, как арбалеты отступают, когда они должны были стрелять. И алебарды небесной стражи драконов отступают, когда они могли бы просто уничтожать монстров. Будут примеры того, как искусственный интеллект просто ломается и не может создать хотя бы отдаленно достойную защиту. Потому что они постоянно меняют положение, и их программирование тянет их в семи разных направлениях. В этом я не сомневаюсь, но это также проблема, которая не проявлялась в каждом загруженном игровом процессе. На самом деле, из восьми или около того мечей, которые я видел до сих пор, я бы сказал, что ИИ был вопиюще плох только в осаде Корн против Кэти. Значит, один из них, как я уже сказал, не был особенно ужасен. В любом из двух сражений я не загрузил ничего, о чем можно было бы написать домой, ничего фантастического, но просто нашел в целом и был в порядке, как и большинство других, которые я видел. Так что, если ты утверждаешь, что CGI будет в каком-то Риме в день запуска, я бы сказал, что тебя, вероятно, не было там в первый день Рима, или ты не помнишь, как это было плохо. Я имею в виду, что тогда у нас были целые армии, бегающие кругами до изнеможения, не реагирующие на войска в пяти футах перед их лицом, безумные капли, ужасные ошибки и сбои в игре, нарушающие производительность. И всевозможные махинации. Тот факт, что мы видим законный игровой процесс без купюр за три месяца до запуска здесь, а затем у нас есть довольно хорошее понимание того, как ведет себя искусственный интеллект в Warhammer 1, и Warhammer 2 уже ставит нас на много миль впереди того, где мы были в те дни. Но это может быть тот случай, когда сохранение глупой простоты – лучшая игра для CGI. Если они примут консервативную стратегию защиты стен, то база снабжения – это, возможно, несколько войск в резерве в конечной точке захвата. Но как только они выбрали место для защиты, если только они не быстро передвигаются и не могут быстро переместиться, им нужно оставаться там и сражаться, пока они не пройдут. Ты же не хочешь видеть, как твои алебарды отрываются от порождения хаоса только для того, чтобы они могли вернуться к финальному контрапункту. В этом нет никакого смысла. Они не займут первое и главное место, но они могли бы принести большую пользу. И должен позволить своим алебардам сражаться с тем, что они умеют убивать. Мне также любопытно посмотреть, как все изменилось по сравнению с диапазоном и волшебными людьми, которые были у нас во второй игре. Я знаю, что Ка предпринимает шаги, чтобы вернуть бонусы в ближнем бою в соответствии с более высокими трудностями. Поэтому, к счастью, в очень сложных боевых условиях, крестьянская толпа больше не должна торговаться равномерно с белыми львами. Но в этих предварительных битвах Синч действительно выглядит немного сильнее, чем кукуруза или королевство огров, и он вроде как просто мог летать над головой и взрывать вещи, неся минимальные потери. Не обязательно так будет играть против реального противника, но все равно кажется, что это самая оскорбительная фракция против компьютера. И если бы мне пришлось сравнить их с фракцией второй игры, Чжен действительно очень похож на Скавина во многих аспектах, эта огневая мощь с подавляющей дальностью действия просто жестока для ей. С точки зрения чистого зрелища, я думаю, что Вархаммер 3 отлично развивается. Обычно я хорошо смотрю на дизайн юнитов, за исключением Пони Хаоса, и некоторые из смертных вдохновлены и выглядят чертовски больными прямо сейчас. Демоны здесь очень хорошо представлены, и список огров тоже выглядит потрясающе. Эффекты заклинаний, освещение, цветовая палитра, в частности, втирание Хаоса, и общий внешний вид каждой армии основаны на ее квинтэссенции Вархаммер. И сами сражения по-прежнему выглядят забавно, хотя, возможно, не так явно улучшены по сравнению с предыдущими играми, как хотелось бы некоторым. Я думаю, что новые макеты в какой-то степени помогут в этом, но в конечном счете все будет зависеть от того, насколько хорошо ей сможет с ними справиться. И во время атаки они кажутся прекрасными, и в сражениях на открытом поле, и в небольших сражениях за поселения они тоже кажутся прекрасными. Возможно, они будут немного больше сражаться на обороняющейся стороне в осадах, окруженных стенами, где их командные протоколы постоянно противоречат друг другу, когда они отступают к более важным точкам захвата. Это определенно то, что ЦРУ должно изучить и обдумать перед запуском, но в конечном счете было приятно увидеть здесь какой-то необработанный игровой процесс, хороший, плохой и уродливый. И хотя у тебя, безусловно, должны быть некоторые сомнения в этом, я думаю, что есть еще много чего, чего можно ожидать. Оставь свой отзыв ниже, и надеюсь, сможешь принять этого внимания и создать еще лучший продукт 17 февраля. Надеюсь, вам, ребята, понравилось, и я увижу вас всех в следующем видео. На данный момент всякая гордость отпадает. Удачи, ребята!